Вольно завтра в концертном зале Норда состоится выступление легендарного театра Коши Куклачева с премьерой спектакля под названием «Кэтс-шоу». Начало в 13 часов, также есть представление в 19.00. И о том, что увидят завтра зрители на сцене, также о деятельности популярного московского театра, нам прямо сейчас расскажет заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Елена. Доброе утро, страна. Доброе утро. Вот у нас есть единственный кот в нашей студии, Трифон. Вот мы сегодня с ним будем делать интервью. Вернее, не с ним будем делать интервью, а в его присутствии делать с вами интервью. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас в театре кошек? В театре у нас живет и себя прекрасно чувствует 150 пушистых артистов. Существуют и живут они в специальных таких огромных стеклянных комнатах, где зрители во время антракта или перед спектаклем, когда приходят в театр, могут наблюдать, как живут наши артисты. Театр кошек. Ну вот все, наверное, знакомы с театром драматическим, с театром кукольным, еще с какими-то. Театр кошек – это же не цирк. Но в том числе они же не играют Гамлета у вас, наверное. Что такое театр кошек? Вот в этом и есть самая большая сложность нашего театра. Потому что тот спектакль, который приехал сегодня к вам в Эстонию, он, скажем так, немножко разбивает стереотипы нашего театра. Он первый спектакль, который сделан сюжетным. То есть в этом спектакле есть большая сюжетная линия, в котором кошки помогают главному герою найти себя. И как это получилось, наверное, уже вот зрители пусть придут и сами увидят, и, наверное, примут свое мнение, да, как это произошло. Потому что все-таки моя задача на сцене – быть за животным. Потому что кошка – это такое существо, которое невозможно дрессировать или подавить ее волю, да, то есть приказать ей делать что-то. Поэтому на сцене кошка, когда выходит, я всегда так отхожу немножко на задний план, и животное начинает импровизировать. И вот в этой импровизации, наверное, создается вот та жизнь, та энергетика, которую кошка отдает зрителям. И моментально налаживает контакт. Поэтому когда уже животное делает там свой какой-то номер или трюк и уходит за кулисы, моя задача – просто выйти и поклониться. вот показать, что вот как я научил кошку там тем или иным трюкам. Ни за что не поверю. У меня дома живет кошка, она не делает никаких трюков. Ее невозможно действительно заставить делать то, чего она не хочет. Я даже не представляю, как можно обучить кошек делать какие-то трюки и дрессировать. Елен, это жизнь. Это жизнь и самого маленького, самых молодых когтей мы с животным вместе растем. И вот когда происходит как раз становление кошки, я при наблюдении с ней, потому что чтобы кошка сделала тот или иной номер, нужно понимать, что она вообще… Какие у нее таланты, конечно. Потому что, как и у людей, у кошек свои характеры. Кто-то пассивный, кто-то активный, кто-то быстрый, кто-то медленный. И вот это вот найти, нащупать и почувствовать, как раз только есть одно направление – это общение с ней. И вот в этом общении, в игре, кошка показывает вам свои возможности. Вот если дома вы начнете с кошкой своей играть, там даже в игре она будет выполнять какие-то трюки. То есть если вы поставите, допустим, два стула, возьмете игрушку и начнете с ней играть, то кошка будет перепрыгивать со стула на стул. Вот моя задача – эту игру сделать постоянной. То есть чтобы животное постоянно чувствовало себя полностью раскрепощенным. И на сцене, когда мы приезжаем на гастрое в тот или иной город, приходят местные службы, и все начинают с кошками общаться. И они говорят, как такое может быть? Мы приходим, а кошки все к нам сразу идут, с нами общаются, с нами ластятся, хотят с нами поиграть. Я говорю, правильно, по одной простой причине, что наши животные им разрешено делать все. То есть у них нет запретов. Если все-таки дома, да, у вас есть запрет, там, не корябые обои, да, не прыгай. Не ешь цветок. Не ешь цветок, да-да-да, там, не хулигань. И уже животное все равно, так или иначе, оно адаптируется и живет по тем или иным рамкам, которые вы для нее ставите. Но у нас этого нет. И поэтому наши животные, они к любому человеку, они открыты. То есть они, так как знают, что человек для них, да, это вот руки, которые их гладят, руки, которые их кормят, руки, которые с ними играют. И поэтому любой человек, это для них вот открытый такой сосуд, к которому они идут с широко открытыми глазами, чтобы они с ними общались. Вы перечислили сейчас то, что делает человек для кошек. И есть такая расхожая мысль, что вот человек кормит, человек ухаживает, собака считает его богом. А кот, наоборот, считает его прислугой, потому что он его кормит, он за ним ухаживает и так далее. То есть это действительно проявляется такой характер у кошек? Это не просто проявляется, это закон. И пока вот ты его не поймешь, ты не сможешь с кошкой общаться. Потому что, почему кошки живут с нами уже более трех с половиной тысяч лет и до сих пор остаются вот такими неизвестными, непонятными и неизвестными. И неизученными. И, наверное, это и есть вот та изюминка в кошке, которая должна оставаться. Потому что все остальные звери, грубо говоря, нами приучены так или иначе. То есть кого у вас тогда дрессируют? Кошки у вас или вы все-таки кошек? Я думаю, что все наоборот. То есть я не могу кошке навязать свою волю. И это видно в спектакле всегда. То есть говорят, вот вы там можете как-то ее, там, что-то ей делать больнее. Я говорю, ребят, вот представьте себе, что я за кулисами там наказываю кошку, а потом выхожу себе на сцену, начинаю ее гладить, и она отвечает мне взаимностью. Никогда этого не будет. Получается, что никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет на сцене. Никогда. Потому что есть у нее настроение. И в этом, Дмитрий, и есть вот эта интрига спектакля. То есть когда кошка выходит, и вдруг ей захотелось. У нас буквально позавчера мы работали в Риге, и вот сегодня приехали к вам. У кого-то на первых рядах была проблема, видимо, с сердцем или еще что-то, и себе кто-то налил валерьяночки чуть-чуть на второе отделение. У меня вышел Тема, который должен прыгать через барьерчики. Он вышел, почувствовал валерьянку, лег на сцену. Стал кататься. И стал передними лапами, схватившись за ковер, вот так вот пододвигаться. И прошел через всю сцену. То есть это та... Может быть, это Март на него так действует? Мартовские коты тоже очень не предсказывают. Я почувствовал немножко вот этот вот запах валерьянки. И вот это вот движение вызвало в зале такую бурную реакцию, что прыжки, которые он делал всегда, да, он их, естественно, не сделал. Но сделал совершенно другое и вызвал такую овацию. Потому что вот животные делают то, что хотят. Последние секунды, расскажите нам, породистые у вас кошки или беспородные? Какие самые талантливые? В основном у нас, конечно, беспородные кошки. Потому что все-таки породистые животные, это, к сожалению, они с собой несут вот это вот бремя. И тех заболеваний, которые передаются через ДНК, потому что все-таки породы это выведенные. И так как животные рождаются в нашем театре, то есть это все происходит иногда даже спонтанно. Поэтому в основном у нас, конечно, беспородные кошки или животные, обладающие разными качествами той или иной породы. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли к нам. А я напомню вам, что кэт-шоу, спектакль театра кошек можно будет увидеть уже завтра в 13 и 19 часов в концертном зале. Ну а прямо сейчас на ваших экранах музыкальная пауза.